Праздничные выходные Не принимайте ту историю как инструкцию к действию, уважаемые учащиеся Кстати, в одной из газет от 1990 года есть интересная история про главный школьный документ На днях у дверей подъезда подобрала школьный дневник Пишет в газету Ангарчанка о том, как нелегко складывается школьная жизнь третиклассника Андрея Спрятал чужую ручку в карман, носился по школе, ссорился с девочками, все уроки играл с фантиками Обидел Иванову и плюнул в лицо Бякину Просьба родителей прийти в школу к десяти часам Если бы в моем дневнике было столько замечаний, я бы тоже его выбросила А то бы мне такое устроили, похлеще любого фильма ужасов или даже стихийного бедствия Это я, конечно, немного преувеличиваю Кстати, в такой же майской газете от 25 мая 1989 года есть статья-вопрос об одном из природных бедствий Многие сейчас говорят, что в Иркутской области будет землетрясение с эпицентром на Байкале От которого расколется шаман-камень и из Байкала хлынет волна высотой 100 метров Правда ли это? Вы серьезно? Но очевидно же, что это слухи На такой вопрос ответили красиво, привели факты землетрясения на Байкале, исследования и даже приметы, как распознать надвигающуюся угрозу Успокоили горожан тем, что это всего лишь догадки И даже если все же будет толчок, от которого расколется шаман-камень, 100 метровой волны точно не будет Закончим со слухами, поговорим о реальных событиях города В 1956 году в сфере общепита появилось нововведение Сколько сил и времени отнимает приготовление завтраков, обедов и ужинов Неслучайно рестораны и столовые города Ангарска стали доставлять еду домой или в офисы Только столовая номер 14 за месяц отпустила на дом более полутора тысяч блюд Отличная новость для тех, кто не успевает приготовить себе еду Оказывается, доставка пищи в нашем городе налажена уже больше 50 лет Таким был этот день в истории Ангарска Вам хороших выходных, замечательной погоды и минимум мыслей о работе Увидимся в понедельник, до встречи!